Десятки извещений, платежки за жилищные услуги, письма из ГУВД, конверты из кредитных организаций. Все это не дошло до адресатов. В Октябрьском районе жительница одного из домов в подъезде нашла целую сумку корреспонденции. Она лежала бесхозная, почтальона поблизости не оказалась. Отмечу, что некоторые письма были срочными и получить их люди должны были еще в середине мая. Репортаж Дениса Денисова. Сумка полна извещениями о заказных письмах и посылках, сообщениями из судов, УВД и ГИБДД и целая стопка конвертов из разных городов. Эльза Карповна спрятала находку у себя, а позже попыталась вернуть на почту, но по телефону особой заинтересованности не проявили. Я позвонила на почту. Вот так и так. Придите, заберите, унесите и по назначению. Молчание. Молчат. Позвонили на номер 102. По-моему, 102 там почта это. Там кто-то ответил, что, не знаю, что придут, заберут. И вот все. Вся корреспонденция адресована жильцам Октябрьского района. Многие приняты в обработку еще в 20-х числах. Некоторые с пометкой срочно. Эту сумку я забираю к нам в редакцию. Оттуда мы постараемся доставить ее до ближайшего отделения почты. Для того, чтобы письма и посылки, наконец, нашли своих адресатов. После сообщения о пропаже в Почте России оперативно предприняли меры. Еще даже до того, как мы успели передать корреспонденцию. По факту обнаружения пакета с письмами в подъезде жилого дома была проведена служебная проверка. По ее результатам, почтальон, виновный в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, привлечен к дисциплинарной ответственности и уволен. Сотрудники компании приносят извинения красноярцам и обещают в ближайшее время доставить письма по адресам. Денис Денисов, Валерий Чащин. Седьмой канал.